Дымит русская печь. Хозяйки заняты ожиданием почетных гостей. В этом ряду их встречают песнями да объятиями. С праздником вас! В этом году ярмарка открылась перед самой Пасхой, поэтому эскетимцам показали традиционный рецепт приготовления кулича. Пиццот, а вот лука. Я-то вообще не умею стрелять. Ни разу? Нет, ни разу. Ну сейчас мастер-класс провели что-нибудь, запомнили. Вот сейчас, ну немножко запомнил. Главное, что грустную месить. Таких куличей в магазинах не найдешь. Все кулинарные шедевры в единственном экземпляре. Композиция «Пасхальный перезвон» создавалась поваром детского сада в течение восьми часов. Целый день. Только на дне еще успевали детей кормить. Кормили куличами и тех, кто хотел попробовать изделие на вкус, после того, как по ряду прошло жюри. Это был отдельный конкурс в рамках ярмарки. В целом, каждый участник события получил шанс по достоинству представить свой товар, стать обладателем одной из главных наград – больших и малых золотых медалей. Кроме того, ярмарка – это возможность для начинающих предпринимателей познакомить людей с продукцией. Смысл, конечно, определенно есть. То есть, познакомиться с клиентами, с новыми или с постоянными клиентами. То есть, узнать отзывы о продукции. Организаторы посчитали товарооборот. Он составил 5,5 миллионов рублей. Получили в этот день определенный опыт, который учтут при проведении ярмарки будущего года. Мы хотим маленькую сцену сделать где-нибудь на центральных воротах, чтобы это все было массово, чтобы люди это все видели. Потому что основная масса людей, она вся, конечно же, у торговых рядов. А сюда никто не идет, а наши работники культуры стараются. Цены на некоторые товары не отличались от магазинных, говорили покупатели. Хотя в целом эскетинцы остались довольны ярмаркой. Отлично, здорово придумали.